День на Домске. Продолжаем работу в прямом эфире. Подводим итоги без виза. Ровно год с этого момента можем уже отметить. Приветствуем Алену Погребняк, начальник Одесского областного управления миграционной службы Украины. Здравствуйте. Перед тем, как дадим вам слово, сразу посмотрим информационный сюжет и более подробно поговорим. Несколько бумаг, 10 минут на оформление и заявка на получение биометрического паспорта готова. Георгий рассказывает, не ожидал, что загранпаспорт с чипом будут делать так быстро и без бюрократии. Спустя две недели ему сообщили, что документ готов. Теперь планируя отдых, Георгий рассматривает страны, которые ранее позволить себе не мог из-за визового сбора. Очереди были на выдаче. На выдаче больше было очередей. Ну, где-то вся операция занимала около 20 минут. Пока рассматриваем Испанию. Пока Испанию, потому что привлекает страна своей архитектурой. За этот год в Украине было оформлено более 5 миллионов биометрических паспортов. Такие данные сообщают в Госпогранслужбе. Для сравнения, в предыдущие годы этот показатель был вдвое меньше. На сегодняшний день украинцы могут посещать без виз 85 стран мира. Такими поездками уже воспользовалось более полумиллиона наших граждан. Однако в то же время, только в прошлом году, по незнанию правил безвизового режима, в ЕС не пустили 37 тысяч украинцев. Тех, кого не пустили по безвизу, не выполнили определенные требования, которые сообщают всем еще при оформлении биометрического паспорта. Причины непропуску – это, в первую очередь, неведоповедность меты поездки, неведоповедность финансового обеспечения и, как было зауважено, 90-180 – это перевышение термина перебивания. Пик нагрузки на миграционную службу уже прошел, сообщают в ведомстве. И если раньше по Украине в день могло обращаться за оформлением биометрического паспорта до 30 тысяч граждан, то сейчас этот показатель уменьшился почти вдвое. Тем не менее, в некоторых местах по-прежнему наблюдаются очереди. Есть проблемы с очерками, они еще есть, на жаль, но до процесса оформленного долучились, соответственно, до процесса децентрализации и центра надания одним послуг по всей территории Украины. На сегодняшний день их працюет 80. Никаких предпосылок, чтобы забрать у Украины без виз у Запада нет. По словам экспертов, наша страна выполняет все требования ЕС по соблюдению этого режима. Об этом также свидетельствует и процент отказа украинцам при пересечении границы стран Евросоюза. Ревень отмыва подчас перетину кордона до краин ЕС, можно сказать, очень незначительный. И сегодня мы можем говорить про меньше, чем 0,5%, то есть 0,2%. Список безвизовых стран для украинцев может существенно увеличиться. МИД ведет переговоры с более 60 странами так называемого Белого Шенгена, среди которых Мексика, Сейшельские и Багамские острова, Уругвай и многие другие. Юлия Долганюк, Владимир Гроссел, Александр Фролов, Киев, Думская ТВ. Оксана, главный вопрос. Это открытая дверь с возможностями или это дверь для побега? Вот важный вопрос, который сейчас на самом деле муссирует средства массовой информации. Напоминаю, что год назад введен без вызова режим. Вы знаете, давайте обратимся к статистике. Порядка 20 миллионов пересечений границы было в прошлом году. Из них по безвизу всего 555 тысяч. Поэтому я вижу, что те, кто хотели ездить, у них были шенгенские визы, и в принципе их ничего не останавливало. Безвиз это в первую очередь туристический коридор, который дал возможность поехать эконом-туризмом, где половина стоимости визы, визового сбора, это на сегодняшний момент половина поездки, если это автобусный туризм, например, говорим. Говорить о том, что это возможность для побега, ну вот приводила пример, это когда у жителей сельской местности был так называемый паспорт колхозника. То есть когда в советское время не выдавали документы, это уже даже было послевоенное время, то есть это далеко не сталинский режим, но паспорта у людей не были. То есть возможность поехать в город, возможность свободно передвигаться даже по своей родной стране, чтобы не бросали села, людей лишали. Поэтому по большому счету граждане Украины получили паспорт, который дает им свободу выбора. Но опять же анализ количества поездок говорит о том, что если у человека есть желание поехать, то он едет. Поэтому я ни в коем случае не вижу, что безвиз это возможность более легкого побега, это возможность более легкого туризма. Но остается все-таки работать. Вот уезжают по такой туристической визе, как-то возвращаются, продлевают. Вы знаете, даже вот Польша пошла навстречу, настолько ценят трудовые силы Украины, потому что у поляков... Злопотребляют, я бы сказал, даже иногда. В порядке, да. Естественно, трудовые миграции, так называемого понятия. Два миллиона поляков переехали и работают в Голландии и Великобритании, но при этом семьи остаются, как правило, в Польше. Соответственно, это два миллиона рабочих мест. Это, как правило, сельское хозяйство, это водители, строители, врачи. Соответственно, наших украинцев приглашают на эти трудовые места. Кто приезжает по безвизу, то официально трудоустраиваясь, подписывая контракт, даже не надо обратно выезжать для оформления трудовой визы. Да, безусловно, остается. Да, безусловно, увеличилось количество людей, легально работающих в Европе. Безвиз ни в коем случае не дает права работать. Европейские работодатели подвергаются громаднейшим, львиным просто по размерам санкциям, поэтому они категорически не нарушают и не берут безоформление, как правило, наших работников, и это ужесточается с каждым днем. Говорить о том, что массовый выезд, это зависит не от безвиза, это зависит от экономики страны. Соответственно, это стимул украинским работодателям улучшать условия труда, увеличивать заработную плату, чтобы это было конкурентно способны рабочие места здесь. 44 тысячи отказников. На каких основаниях? Вот у нас уже эти 37 цифра звучало. На самом деле, получается, еще на 7 больше. Цифра по статистике, да, 44 тысячи. Какие были возвраты? Это в основном лидирующие нарушения сроков пребывания. То есть забывают о режиме за 180 дней, не более 90 здесь. Но, в принципе, это и украинцев, и в Украину иностранцев не пускают, и украинцев. В другие страны это общемировая норма. То есть не от последнего выезда, как ранее было, считается, 90 дней, а за последние 180. Соответственно, кто был по шенгенской визе, пытался въехать теперь по безвизу, думая, что это разные режимы. Это первое. Соответственно, цели поездки, да, были такие граждане, которые, едя по безвизу, откровенно по граничнику говорили, что едет трудоустраиваться. Соответственно, это тоже основание не пропустить. То есть, ну, в большинстве случаев все-таки были моменты именно нарушения сроков пребывания. Также одна из причин, особенно в первые месяцы безвиза, это было, когда у всей семьи есть биометрический паспорт, а у ребенка нет. Потому что долгий период, 16-17 годы объявления безвиза, деткам, как правило, не оформляли биометрические паспорта. Потому что не были известны условия работы безвиза. Многие даже не верили, что это будет. И, соответственно, обычный паспорт, не биометрический, стоил дешевле. Он оформляется ребенку на 4 года. Многие не обращали внимания. Вот на экране у вас, как есть, вот изображение на паспорте, маленький прямоугольничек внизу страницы. Это говорит о том, что существует в шипе, этот документ, чип. Отличие, да, да, да. Соответственно, точно так же выглядящий паспорт, но без вот этого рисуночка, был у деток. Соответственно, детей на границе не бросали, возвращалась вся семья. Соответственно, тоже отказ ребенку в пересечении границы. То есть, несоответствие паспортного документа. Это, как правило, был авто-авто переезд. Потому что в авиа, соответственно, уже продавая билет, проверяют. Что касается злоупотребления служебными обязанностями представителей погранной службы, есть и такие факты. Давайте скажем, на что имеют права люди, которые путешествуют или выезжают за границу по безвизу. Давайте так. В обязательном порядке должен быть биометрический паспорт, если мы говорим о странах Европы. В обязательном порядке должна быть страховка на тот период, на который человек едет. Но страховку, к слову, спрашивают вообще не очень. Как правило, не спрашивают, но она должна быть. И, соответственно, иностранцы... На этом основании могут отказать, если нет страховки? Да, могут. И цель поездки и финансовое обеспечение. То есть, человек, который едет, как правило, спрашивали, в какую страну, с какой целью. Кто-то называл город-гостиницу, большинство не спрашивали вообще. Вызывали вопрос те граждане, которые ехали автобусом, явно трудоустраиваясь, например, автобус строителей. То есть, понятно, что... А как можно было определить, что автобус строители, они что... С собой инструменты. То есть, люди едут, плиточники, то есть, когда полная машина строительных приспособлений, скажем так, и сказать, в какой город едут, в какую гостиницу, не могут. То есть, люди едут на шабашки трудоустраиваться. И тоже это основание к возврату, потому что безвиз не дает права на работу. И, соответственно, или предоставьте визу на трудоустройство. Трудовую визу. Трудовую визу или контракт, но это не вариант так ехать. Ну, соответственно, были еще и моменты нарушения в режиме другом, когда граждане совершали административные преступления. Девушки, которые занимались не самым благонадежным трудом в Европе, были выдворены, которые по шенгенской визе были выдворены, потом пытались въехать. То есть, разные ситуации. Но, как правило, резких злоупотреблений в прессе мы можем видеть, что погранслужбы не было. То есть, благополучного человека, который действительно едет путешествовать, который забронировал гостиницу, который может показать скриншот о том, что забронирована гостиница там-то, хостел, что у него есть какие-то там билеты туристические. Ну, в таких ситуациях, как правило, не было. Потому что я из любопытства перечитывала ленты новостей, жалоб людей. То есть, в основном, это были причины практически адекватные. Если все-таки это авиаперелет, могут ли потребовать там страховку, какую-то справку о доходах? А страховку на самом-то деле всегда пытаются требовать? Нет. Как правило, на практике это не требуется. Это условия, как правило, авиаперевозчика. И, соответственно, бронируя, эти документы не проверяются, но они должны быть. Существуют, на сайте можно посмотреть, вот как раз мы смотрели в сюжете «Европа без границ», нормы дневного пребывания и обеспечения в разных странах. Каждая страна, в зависимости от экономического уровня, выставляла свою норму. Где-то она минимальная, порядка 3 евро, где-то в день. Где-то порядка 30 евро. Это можно ознакомиться с картой такой Европы на сайтах. Она распространена широко в интернете. Точно так же она есть в общем доступе в миграционной службе. У нас везде материалы эти разложены. То есть, посмотреть, почитать можно. То есть, опять же, если вы едете на 10 дней, у вас обратный билет. То есть, не спрашивают, как правило, но это предусмотрено законом. То есть, денежное обеспечение, например, если вы едете в страну, где 10 евро в сутки, вы едете на 10 дней, то 300 евро должно быть с собой. Если 10, соответственно, 100, то есть, на количество дней. И обратный билет, как бы тоже в данной ситуации приветствуется. Но это были крайне редкие случаи, когда такая информация проверялась. И проверялась на основном по тем причинам, которые были объективно выражены. Что касается туризма среди людей пенсионного возраста, увеличился значительно. Или все-таки нет этой динамики? Потому что мы говорили о том, что есть. Есть. И динамика была удивительна тем, что, когда мы видели список льготчиков, которые Одесский городской совет, это один из немногих городских советов вообще по Украине, который предоставил льготы по оформлению загранпаспортов жителям города, территориальной громады. Так вот, одна из категорий была, которая нас удивила. И думали, что у нас не будет таких людей старше 80 лет. Старше 80? Старше 80, даже не 70. 80. И вы знаете, эта категория достаточно имеет численность. В основном, каждый этот человек проходил у нас в личной беседе, потому что люди возрастные. Им всем хотелось расспросить, узнать, как им оформлять что. Потому что для них это был, возможно, первый поход в миграционную службу, за исключением в 1996 году обмена паспорта гражданского. В основном это или автобусный туризм, или поездка к кому-то из родственников, те граждане, которые не могли себе позволить оформить визу из-за перечня документов. В первую очередь, всегда останавливалась справка о доходах. То есть пенсионер такую справку о доходах, которая, например, бы покрыла поездку к родственникам или друзьям в Германию, который, в принципе, автобусный билет, он приобрести может. И там его примут, он поживет. Но виза... Это не прозрачность, на самом-то деле, просто системы начисления, системы жизни в нашей стране. Деньги есть, но показать я их не могу. Но объяснить я их не могу, вот так называется. Вы знаете, и виза в данной ситуации останавливала человека. И было очень приятно видеть радостные глаза. Я надеюсь, что эта поездка у каждого из них будет приятная и не последняя в жизни. Но такая категория у нас была достаточной и остается популярной. Всякие инсинуации на тему, что без виза берут, из-за того, что много, опять же, людей ездят работать за границу. Но предпосылок вы не видите. Вы знаете, не увеличилось количество выдворений, реадмиссий. То есть такого порядка, это тоже ложится нагрузка во многом на миграционную службу, то есть возврат наших граждан. В принципе, достаточно адекватно. Опять же, это благодаря встречным действиям и европейских работодателей. Потому что у них финансовые санкции измеряются тысячами евро. Поэтому крайне невыгодно взять нашего работника и потом уплатить огромный штраф. Потому что проверки у них достаточно серьезные. И опять же, очень хорошо, наши граждане, которые побывают в Европе, будут более законопослушны. Потому что привычка платить за проезд в транспорте приобретется так или иначе. Ну и, собственно говоря, надеюсь, что и мусорить на наших улицах тоже не будет. То есть европейская чистота должна посетить и Украину. Спустя год после без виза ажиотаж с получением паспортов значительно понизился. Или все так же остается тенденция, люди продолжают оформлять очереди электронные. Во многих регионах Украины понизился. В Одессе незначительно. Где-то на 10-15%. Это незначительное количество. С чем это вызвано? Одесса – одна из городов, в которых в первую очередь включили электронную очередь. Действительно, очень удобная запись через интернет, онлайн. При этом удобно приезжали к нам на седьмой километр. Город наш посетить, жители других областей. К нам приезжали крымчане. Поэтому Одесса, благодаря своей популярности как место отдыха и возможности электронной записи, предусматривает. Потому что очень во многих регионах еще были очереди записи на листочках, ночевки, отмечания, дежурства. Благо, вот у нас электронную очередь разгружает. Можно прийти в любое подразделение миграционной службы, увидеть, что практически полупустые коридоры. То есть крайне мало людей, которые стоят, получая талон сегодня на сегодня, ожидая, что кто-то не придет с электронной очереди. В принципе, принцип пройти между людьми. То есть, как правило, всех устраивает запись. И ажиотаж как таковой насытился. В основном сейчас идет уже текущая потребность. То есть у кого, как и обычно было, кто пришел, кому нужно сейчас. Но опять же, следствия может быть следующей, когда деткам потребуется каждому ребенку оформление загранпаспорта. Потому что миграционная служба уже не вклеивает детей в паспорта родителям. Детей уже тоже давно оформляют. Да, деток оформляют. Но многие еще ездят на более популярный маршрут. Молдова, Российская Федерация, Беларусь, Турция, Египет. Наиболее популярные страны. И многие еще со вклеенными детьми. Но рекомендуется все-таки иметь отдельный проездной документ на ребенка? Вы знаете, безусловно, да. Потому что рано или поздно это будет введено как норма. И во многих случаях список стран увеличивается, которые детей пропускают исключительно по отдельному документу. Прошлый год у нас был аншлаг в отношении выездов, например, в страны Вьетнам. Список еще ряд есть других стран, которые не пропускали детей вклеенных. И это узнавали непосредственно при посадке от авиаперевозчика. И опять же, Египет тоже зависит от авиаперевозчика. Кто-то берет, а кто-то нет. То есть, поэтому рекомендовано, чтобы не испортить поездку прямо в аэропорту. Да, это очень печально. На форме, да. Ажиотажа нет и задержек тоже, соответственно, нет. Есть. Задержки. Задержки есть. Срочные паспорта уже приходят более не менее где-то от 10 до 14 дней. От декларированных 10. А вот несрочные паспорта приходят вместо 30 дней сейчас за два месяца. Но полиграф-комбинат Украина приобрел четвертую линию. И она с конца июля уже должна полностью разгрузить очередь. То есть, планируется, что с конца июля паспорта несрочные, как и будут выходить за 30 дней, как и задекларировано, срочные за 10. Спасибо вам. Нужно путешествовать, почему сидим? Теряем время. Алена Погребняк, начальник Одесского областного управления Миграционной службы Украины. Прерываемся ненадолго. Поговорим о создании автокефальной церкви в Украине. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова